ой-ой-ой друзья всем привет вы находитесь на канале джой fox play и мы продолжаем играть в игрушку под названием ретро гараж у нас теперь у нас не теперь мы купили в прошлой серии вот это вот развалилку в этой серии будем ее с тобой делать напоминаю что мы с тобой купим деньги на какую-нибудь новую машину чтобы затюнинговать чтобы поставить свой гараж и прежде чем вообще не забыть еще происходит я хочу перейти общий свой гараж посмотреть сколько стоит тут же можно тут как-то можно расширить это место на 5 на 5 мест 5000 рублей надо то есть ты примерно понимаешь цели на ближайшее время да у нас 5000 рублей стоит дополнительное место до хрена на самом деле а учитывая что у нас всего 8000 ну мы конечно еще купили вот эту вот машинку за 4000 вроде уж точно не помню я опять же напоминаю болею поэтому кто услышит мой какой-то такой убитый голос от не значит этот умираю хотя то я умираю наверно мне тут сопли короче текут ручьем и вот это все дело происходит поэтому ребята извините до кого это раздражает на имеют вот мой голос такой вот какой он здесь час от прямо ничего с этим сделать не могу у меня по стандарту начинается март месяц я начинаю потихоньку болеть мне это не нравится мне это бесит но ничего с этим сделать не могу поэтому как-то вот так вот пока я все это говорил мы с тобой покупаем всякие разные детали от передняя правая дверь она у тебя где передняя правая дверь эти все наверно ржавая все раздолбанная какая-то эти куплю новую вот это крыло короче починем могут заговариваться да потому что я и без того постоянно уставший после работы прихожу и у меня постоянно голос упорти сейчас я заболел что вдвойне упор и поэтому переднюю панель мы тоже чтобы покупаем бред на проговорить это почаще потому что я постоянно забываю какие детали мне нужно покупать наш бывает такое блин когда на камеру что говоришь и пытаешься уловить чуть я нужно купить это не всегда хорошо получается вот я бреда уже вот честно вот этих клянусь я вот забыл что я только что продал чё я продал ладно потом разберемся давайте пока это чинить вот так вот она получается ничего сделать могу ничего не могу сделать смотри переднее правое крыло нам нужно с тобой купить так переднее правое крыло за 70 рублей покупаем сюда вот его ставим смысле чего передняя правая крыла для вот же она я его отсюда вижу как я его при я правая купил надо было левая передняя левая крыла надо было купить но тут ты понимаешь что вообще происходит когда человек болеет и больной пытается что-то записать сосредоточены нихера не получается нормально ничего сделать не могу ребят заднее правое крыло мы сейчас тоже купим вот такие вот дела шикона на канале не будет ничего выходить это будет еще стремнее чем когда я записываю хотя бы так я надеюсь что у меня поддержит там поставить лайк или хотя бы просто напишите в комментариях не болей вот это будет такая обратная связь у нас с тобой не будет на самом деле очень приятно задняя левая дверь мы с тобой не купили еще задняя левая дверь где она у нас задняя левая дверь задняя вот лезть сюда в задний ход вот так вот тут у нас все готово по ходовке по ходовке у тебя чё по ходовке тебя полная жопа снимаем все колеса опять же говорю у каждой машины требует себе индивидуального подхода ну например на семерке мы снимаем вот эти вот четыре болта на волге надо будет пять болтов снимать вот это прикольно сделано хоть добавляет хоть какое-то разнообразие этой игре потому что пока что ну не знаю здесь понимаешь здесь сюжета нет здесь единственное что делаешь ты покупаешь какую-то раздолбанную машину в общем вот чинишь ее ну естественно как бы купишь деньги какие-то до насчет другое и вот тем самым как вот это весь сюжет как-то вот так вот хорошо чем мы делаем мы снимаем пружины мы разбираем все это дело все точением я надеюсь что не так много деталей надо будет покупать что денег а хотя нет деньги у нас тобой есть принципе ладно хорошо так передние пружины и чиним задним у нас делаем вот это вот все на место ставим и короче радуемся дальше жизни продолжаем дальше копить деньги в общем вот у тебя это это реально машина знаешь она вся убитая блин вторник 58 день хорошо продолжаем починку автомобиля надо хоть блин что-то наш на превьюшку взять потому что надо же что-то как-то это какую-то картинку а то знаешь я не хочу заниматься кликбейтом нужно взять какую-то реально картинку из игры поставить ее на превьюшку что так будет жопа выхлопная труба кстати нам нужно 100 рублей она стоит выхлопная система точнее вакуумный усилитель у тебя тоже пошел короче по одному известному месту купили его новое поставили его на место блин здесь нужно реально все менять аккумулятор нужен новый здесь вообще нужно все новое это капец блин ну ладно машина все таки была на свалке так понимаю что он была вообще в херовом состоянии рассвет туда отвезли рулевой механизм покупаем тоже ставят рулевая рейка ребятах не рулевом их я почему кто назвал от рулевой механизм это же левая лейка рейка я же ничего не путаю передняя левая как колесо скажу поменять переднее левое колесо у нас стоит 80 рублей мы его покупаем ставим на место прикручивать винты опять же у нас начинается симулятор короче шиномонтажник я его называю потому что когда работаешь с ходовкой 1 ребят что нужно снимать это колеса и приходится каждую серию сто раз разбирать вот учет от еще не хватает учета хера на самом деле не хватает я пытаясь сразу короче проведущий осмотр так осмотра проявили выявили что пациент у нас скорее мертв чем жив хотя хотя бензобак передние амортизаторы купить да и все в принципе поедешь дальше где передние амортизаторы вот и минус тоже стоит 60 рублей в принципе вообще копейки игры тут такие цены булка хлеба стоят дороже чем чем амортизаторы где такое то еще видел так рулевая рейка так и чаще надо рулевая рейка а и все принципе рулевая рейка только надо покупать и поменять хорошо ставим покупаем рулевую рейку ставим ее на место и все тут готово по кузову готово по ходовке готова осталось лезть в мотор мотор как ты понимаешь вообще ни одной живой детали не вижу хотя вот это чё у нас сцепление это не сцепление одна деталь какая-то в более-менее нормальном состоянии то все таки есть так это у нас тут и чё это сцепление нет а это водяной насос бляха муха ладно мог запутаться я не автомеханик ребят поэтому если кто-то будет писать как ты мог не знать что это вот например такой я в душе не не шарю короче чё это может быть такое в реальной жизни конечно не иногда свой автомобиль но знаешь одно дело как ты в реальной жизни чинишь там как-то знаешь закрытыми глазами пытаешься это разобрать собрать а другое дело когда вот разбираешь полностью двигает наши здесь где-то есть распредвал сейчас новостейте покажу или это каленвал блять я путаю постоянно с предвал каленвал их постоянно путаю поршни я знаю где тоже находится на снять сначала крышка блока подтона цилиндров от этого всего и и снять короче вот эти штуки все мы с тобой разобрали полностью движок я поздравляю теперь все обратно и последовательности ставим от каленвал как раз нужно будет новый купить вот он за раз такая постоянным путу каленвал с распредвалом а поддон блока цилиндров у тебя тоже то весь какой-то ушатанные поэтому его нужно тоже поменять делом стать поддон блока цилиндров 30 рублей стоит ладно в принципе не так дорого это крышка просто защитная все такое головка блока цилиндров тоже надо купить новую самые дорогие запчасти так понимаю головка блока блок цилиндров это самые такие части на которые очень много денег на тратить что это 330 то 430 в общей сложности почти 800 рублей так крышка головки блока тоже прикручиваем стартер у тебя херовый поэтому я машина наверное скорее всего и не заводилась хотя кому это греже на помойке нашел в лицах и постоянно мне кажется что я как будто у кого-то клиента это машину нет ребят мы ее взялись на помойке и и кто-то выкидывал мы этой машине дарим вторую жизнь что в принципе прикольно вроде бы из так брать по сюжету хорошо маховик говоря на тоже новый поставить 70 рублей он стоит моего задача запихнем прикрутим этот винт поставим вот это вот сидела назад пробуем завести конечно не заведется потому что до хрена еще нет в сети распредвал крышка вот это вот самое так здесь мы короче все это дело сейчас тобой починим прямо вот так вот так блин день так быстро кончается это капец какой-то так 59 день у нас на следующий день будет уже короче два месяца как мы с тобой и держим свой автосервис и так понимаю блин и еще до сих пор не всего два раза что лет счета приходили которые нужно здесь оплачивать я не знаю сколько мне придет на этот раз эти счета она вся запас денег держу последнее время то что мало ли не хочу уходить минус полностью так чего-то еще не хватает эти и чего не хватает я честно говоря если так вот смотреть я не знаю вот игры я не автомеханик ну по мне здесь вообще все есть все равно очень проведем осмотр что не хватает так подожди на мне на мне это надо нам ремень грм надо хорошо как как-то хотя бы выглядишь ремень геря без акты выглядишь ладно пошел так ставим тебя машинка готова машинка отлично отлично сделала короче предлагаю покрасить наверное не люблю такой цвет этот цвет тебе абсолютно не идет таш полка я бы волги вообще вот такого цвет поставил он самый прикольный здесь на самом деле так подожди матовый сок стоит улучшение 7 с половиной в принципе мы можем его тоже потом свое время купить и сможем потом хромированную краску делать что тоже довольно таки прикольно пока что я как-то вот так вот сделаю по минимуму если но я буду продавать поэтому в принципе я особо-то и не заморачиваюсь на эти вот нормальная машинка получилась готова машинка чем мы с ней делаем ее короче всего продаем так гараж продать и продать 9000 почти 10 тысяч мы с тобой заработали у нас уже 14 тысяч я предлагаю наверное купить себе какую все-таки машинку другую чё ребят будем покупать давайте подумаем хорошо и шире хорошо хорошенько головой подумаем вообще сначала надо определиться если у меня тут еще места в гараже это место у меня типа открыто мне опять нет гараже смотри у нас есть тобой волга у нас с тобой есть семерка у нас тобой есть уазик у нас с тобой нет восьмерки я честно говоря хотелось мерку купить я вроде в каких-то сериях уже про это говорить о кстати говоря восьмерка я даже не раздумывая беру потому что я как раз лишь нужно восьмеркой как раз вот она тебе здравствуйте цвет у ней не знаю у нас была в семье в реальной жизни восьмерка а нет у нас не восьмерка 99 было она была цветом для я забыл кого называется это какой-то бриз или что-то такое короче там прям в техпаспорте было так написано очень цвет такой похожий на то что у нас было я наверное даже цвет не буду особо менять тоже он будет у нас синий когда мы починим а ну между тем делаем свою машинку вторую так подожди задняя панель а капот на сначала снять заднюю панель снять короче да это будет наша будущая машинка вот то что я сейчас делаю поэтому нужно постараться сделать ее качественно потому что ладно к ты делаешь нам кому-то там на сторону как бы бог бы с ним можно как бы не заморачиваться особо над цветом а когда ты делаешь машину конкретно для себя тут уже стоит немножко кэш повозиться двери тут закручиваются кстати на двух болтах предыдущие машины простым по одному болту закручивались двери а здесь две здесь два болта на ты понял даст учу я хочу тебе сказать блин бывает учишь несу реально когда ты болеешь тебя гост как у пьяного ребят я не бухая я не пью ничего просто не реально так голос потому что я но заложен там все дела вот и вот хорошо чё походовки походовки есть какие-то проблемы не сказать что супер супер критичная я видел на самом деле все страшнее когда бывало у машины здесь что надо поменять ну хотя здесь так то тоже жопу конкретно здесь много чего надо менять аккумулятор нужно будет сдать кто не знал аккумуляторы можно сдать за денежку еще и получить немножко деньжат за это пружины снимаем амортизаторы тоже снимаем амортизаторы как на и же кстати тоже на 4 болтах держится вот эту хератень тоже снимаем все это дело разбираем кто-то мне писал в комментариях какой-то там парень на кой хрен ты разбираешь все тут подвижно же нет например понимаешь такое дело что какую-то детальку снять она взаимосвязаны тебе где нужно короче снимать абсолютно все чтоб снять какую-то детальку не везде это конечно работает но вот мне проще просто взять разобрать все нахер машина потом все обратно последовательно собрать это намного быстрее намного как бы лично мне комфортнее хотя опять же игры на вкус и товарищи нет если ты собираешь машину конкретно так вот по одной детальюшке может принцесс комментариях я не знаю но мне кажется ребята которые играют эту игру они примерно также наверно им им также проще сначала всю машину разобрать все починить и потом все на место поставить лично мне так удобнее все чё какие проблемы чё чё привязались ко мне вообще вот с этим вопросом зачем ты всю машину разбираешь мне так удобнее все ничего не знаю вот мы заоставим колеса на место втыкаем мне кажется здесь что-то еще не будет хватать скорее всего нужно будет что-то новое покупать пока что еще не осматривала как дело сейчас берем колеса они здесь в принципе все есть а чё здесь может не хватать выхлопная система есть и этот куда бензин наливаешь тоже есть ведь забыл писать что до такой степени болеешь забыл что это бензобак 6 такое слово как бензобак можно в принципе лайк лепить типа наш как поддержка там типа нихера себе болеешь ты снимаешь серии муки куда я болею снимая серийный на канал что-то должно выходить то меня как бы тут народ сожрет скажет ну где там новая серия где хотя у него сыном почему-то пишет такое про симуляторской деревне ничего чего симуляторской деревне конечно прикольно игрушку добавьте туда сюжетом муж все посмотрели там все что можно при опять и перехожу на эту тему давайте не будем больше затрагивать симуляторской деревне подарю и пока я играю другую игру потому что ну вообще мне тоже один парень написал снимает только игрушку симуляторской деревне все типа ну и чё начну я снимать вот эту всю игрушку симуляторской деревне пройдут а мне всю вечер чем не канал закрывать что потом величие это ж не gta 5 где постоянно есть какой-то сюжет нет ребят такого там нету поэтому что имеем то имеем хорошо тем временем пока этот опять болтал всякую шинку мы с тобой здесь весь мотор разобрали сейчас будем чинить сломанные запчасти вот эти вот самые ставить новые радоваться жизни хлопать в ладоши потому что у нас это уже будет по счету четвертая машинка в нашем гараже мы и к еще за книгу кстати блин подожди блин слушая же начало собирать надо было ее тюнингованную делать а давайте знаете я чуть просто не буду запутать я реально сейчас запутаюсь если чак буду браться что-то другое давайте сначала я хотя бы соберу а потом я скажу что я вообще хочу сделать на день пропустить блин так я вас поздравляю прошло ровно два месяца с тех пор как мы держим с тобой наш автосервис ну игровых два месяца вот у нас 60 день идет в игре были довольно довольно долго мы играем эту игрушку на самом деле я про нее помню первый обзор еще в сентябре двадцатого года записала я помню даже это дат это было 27 сентября ну кстати дайскому интересно видео есть на моем канале сейчас конечно тут много чего изменилось там в обновлении всякие выходили туда-сюда а потом я вообще ничего не снимал по этой игре вот я записал 27 27 сентября обзор на эту игрушку и все больше ничего не выходило не знаю почему не в нее не играл свое время как-то так обошел ее стороной там было другие игры как бы были знаешь туда-сюда игр же много выходит так подожди чё я хотел сделать я уже запутался короче иду в музей я ищу восьмерку где она у нас тут были я не могу короче сделать я хотел себе сделать какую-то тюнингованную восьмерку чуть наподобие такого этого с пикапа делает никак не пикапа то видит кабриолет я хотел себе чуть тюнингованная здесь мне короче нужно еще одну машинку собрать вот тоже вас 2108 не откроется тюнингованные детали вот ну ладно в любом случае не буду продавать эту машинку сейчас мы с тобой покрасим будем красить ее блин может все-таки прокачать это хотя нет у нас денег и так чтобы много я хочу короче покрасить цвет который был у нас в семье в свое время у нас была она наподобие такого синего цвета бы как это работает же синий вову вову ну конечно свет может не такой прикольный какой-то вот такого не знаю нравится такой цвет нет но у нас была машинка в первом 99 такого цвета может немножко хорошо вот вот так как то она была поэтому давайте я щас даже на превьюшку возьму чаще могут подожди опять это самое а слушай тогда же так я могу 6 окна сделать это прикольно еще могу и блин здравствуйте приехать какая-то серия уже дедами только сейчас доперла что мы можем здесь еще окна сделать это с обновлением пришло или нет пишите в комментариях реалия реально это не замечал когда играл в предыдущей серии что здесь есть окна кузов еще по цвету короче я вот так вот сделаю она выглядит по моему довольно таки прикольно но не знаю мне нравится лично мне нравится как его так вот на превьюшку возьму все отлично так а где у нас тут с этой связаны с подвеской тюнинг вот тюнинг подожди тюнинг то что чем я думаю просто больше вариантов нет я могу только вот это вот сделать все поэтому давайте тоже так сделаем конечно в реальной жизни так делать не стал потому что все-таки люблю путешествовать куда-то на природу если я сделаю так клиренс машины еще будет ниже она будет цеплять вообще абсолютно всю а мы убираем ее в принципе в гараж теперь у нас новая машина вас поздравляю четвертая машинка вот она кстати такая мы ее запустим давай о и под эти короче ноты заведения машины я с вами прощаюсь увидимся в следующих сериях ребят подписывайтесь на канал и проверять стоит ли вас колокольчик чтобы не пропустить выход новых серий всем пока ребят а